Макушка лета. Температура бьет рекорды. Однако ученые уверяют, это вовсе не признак грядущего глобального потепления, а симптом глобального похолодания. Реально солнечная активность идет на спад. И по прогнозам, в ближайшие 20 лет может повториться минимум маундера, который еще называют малым ледниковым периодом. Такое уже было в 17 веке. Темза в Лондоне и Сенов Париже покрылись льдом. Температура в европейских столицах опустилась до минус 30. 70 лет на Солнце почти не было пятен. Солнечные пятна, темные и холодные области, образуются там, где на поверхность звезды выходят токи ее мощного магнитного поля. Их количество – главный показатель активности Солнца. Физики признают, они пока не совсем понимают механизм солнечной динамомашины. Чтобы разобраться в его природе, уже в следующем году запланирован запуск российского научного аппарата «Интергелиозонд». Поскольку мы будем немножко ближе наблюдать Солнце, то мы будем видеть тонкую структуру. И это позволит нам вот, значит, понять причины, значит, вот триггерные механизмы, которые вызывают вот такие явления, как вспышки и выбросы. Хотя количество и мощность солнечных вспышек в этом году увеличилось, ученые не исключают. Новый солнечный цикл будет аномально слабым и наступит лишь в 2022 году вместо 2012 года. Последние 400 лет наблюдений за Солнцем показали, периоды роста и снижения активности светила сменяют друг друга примерно раз в 11 лет. Нынешний цикл не укладывается в рамки научных теорий. Его максимум наступил позже, чем ожидали, а мощность магнитного поля нарастала медленнее, чем обычно. Мы точно находимся в минимуме солнечной активности по всем параметрам. То есть Солнце, можно сказать, в золотой им-аут, оно отдыхает. На Земле уже был ледниковый период. Середина 21 века станет не окончанием, а пиком, во время которого на планете уменьшится количество углерода в атмосфере, главного виновника парникового эффекта. Солнце светит постоянно. Оно дает постоянный поток энергии, независимо от того, вот какой уровень активности на Солнце. Активность практически не меняет так называемую солнечную постоянную, которая дает основной приток тепла на Земле. Она меняется на одну тысячную в солнечных циклах и даже в аномальные периоды она не меняется. Иначе это могло бы привести к каким-то катастрофам просто. В институте земного магнетизма уверены, паниковать пока рано. Именно низкая активность Солнца может спасти Землю от глобального парникового эффекта, который возникает по вине человечества, а значит и от катастрофической летней жары.